В Академии наук это одно из приоритетных направлений биотехнологий. У нас целый ряд институтов в этом плане работает. Создание центра мы полагаем, что это будет иметь очень большое значение, даже прорывное значение и в области изучения генома человека и оздоровления человека, и генома животных и растений для создания новых сортов, для также лечения, оздоровления, защиты и так далее. Что касается вообще геномных исследований, то это огромная перспектива для всего мира. Весь мир сейчас активно движется в этом направлении, активно изучают и генный механизм, геном человека. Вы знаете, что сейчас уже разработаны методики и редактирования, и секвенирования генов, вот экспрессии генов. Разработана даже искусственная клетка уже с набором хромосом, необходимым набором хромосом. Наши исследования в Беларуси, они не уступают зарубежным исследованиям, и вот этот центр позволит поднять на новый уровень исследования в области геномных технологий. Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. И это позволит, я надеюсь, увеличить объемы работ более чем вдвое и помогать нашей стране решать очень важные задачи. Потому что сегодня генетика и ее новая отрасль, молекулярная генетика или геномика, она вездесущая, она нужна буквально всем. Я думаю, что пройдет 10-15 лет и без генетического паспорта, пожалуй, и медики на вас смотреть не будут. Потому что сегодня генетическая информация очень нужна, нужна буквально всем. Поэтому мы очень рады тому, что это событие произошло. Я не сомневаюсь, что этот центр будет таким ядром притяжения для наших коллег-медиков, для наших коллег-аграриев, с которыми мы тесно сотрудничаем. У нас есть союзная программа с криминалистами, которую мы выполняем, с российскими коллегами. Все это позволяет перейти на качественно новый уровень развития генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.